Дмитрий Артюхов 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 На Ямале утвердили новое поощрение для школьников-медалистов. За успехи в обучении отметят не только отличников, но и выпускников, имеющих в аттестате до двух четверок. Ранее в округе медаль за особые успехи в учении и денежную выплату получали только отличники. Теперь размер премии за медаль первой степени увеличен до 20 тысяч рублей, а за медаль второй степени выплатят 15 тысяч. В прошлом году награду получили 273 школьника. Кроме того, каждая медаль дает дополнительно до 10 баллов при поступлении в ВУЗ. На Байконуре собирают ракету-носитель для запуска пилотного корабля «Союз МС-25». Старт намечен на 21 марта. Основная команда – российский космонавт Олег Новецкий, представитель Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. В продолжении темы космоса отметим. Северная рыба и оленина могут появиться в меню экипажей МКС. Рыбу и мясо сразу трех производителей из Янау сейчас тестируют в Москве на соответствие космическим стандартам. Российские выпускники уже в этом году получат возможность пересдать ЕГЭ по тем предметам, которые идут по выбору, рассказал глава Роспотребнадзора. Напомню, на прошлой неделе во время своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил закрепить за учениками право на пересдачу экзамена. Так, чтобы выпускники успели подать документы в ВУЗы с учетом пересдачи. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Все мои 32. Профессиональный, инновационный, комплексный подход к решению любой проблемы. От диагностики и лечения до имплантации и протезирования. Это высоко квалифицированные врачи с большим опытом. Сеть стоматологических клиник. Все мои 32. Запись по телефону 25 95 95. Как в Новом Уренбой сделать МРТ? Позвонить в поликлинику «Сканер». Выбрать удобное время. Прийти в поликлинику за полчаса до записи. Обследоваться. И получить результат. Все за один визит в «Сканер». Быстро, комфортно и без очереди. Что можно сделать за три дня? Придумать дизайн. Раскроить. Облицевать громкой. Добавить фурнитуру. Собрать и... Радоваться новой кухне, детской, шкафу-купе. Элит мебели. Пожалуй, самое быстрое производство мебели в Новом Уренгое. Проспект Губкина, 6 Г. Телефон 231 231. В Новом Уренгое подать заявление и прикрепиться к любому удобному участку для голосования на выборах президента можно теперь и в участковых избирательных комиссиях. В городе их 37. Три из которых в Карачаево. Один в Лимбияхе. С 6 марта УИКи приступили к работе и занимаются уточнением списка избирателей. Каждый может позвонить, либо посетить избирательный участок и сверить свои данные в списке. Также можно подать заявление для голосования по месту нахождения. Оформить документы нужно не позднее 11 марта. А с 7 числа начнется прием заявления для голосования на дому. Также в эти дни наши участковые комиссии осуществляют контроль за агитацией. Это их постоянная обязанность, чтобы не размещались агитационные материалы на избирательных участках. Это запрещено законом или в радиусе 50 метров вокруг избирательного участка. У здания самого чумового в стране аэропорта появились олени. На привокзальной площади установлена скульптурная композиция из нержавеющей стали «Северные олени». Она прекрасно дополняет стилистику Северной воздушной гавани. Вся задумка в рамках благоустройства привокзальной площади позволяет еще раз подчеркнуть северный характер нашего терминала. Так как он выполнен в фоне национального жилища коренных жителей Севера. Территорию аэропорта приобретает все более интересный вид. В прошлом году у пассажирского терминала высадили 180 деревьев, крупномеров и кустарников. Установили инсталляцию двухметровых букв «Новую рингой» и ледяную скульптуру «Счастливого пути». Накануне празднования Дня оленевода появился и новый объект. Сделать фото на память перед вылетом или после прилета. Кажется, в газовой столице появится новая традиция. Чистая победа молодежки факелом. Наша команда уверенно проводит игры финального этапа Кубка молодежной лиги. О встрече с ленинградским «Динамо» расскажем в сюжете. Болельщики пришли поддержать любимую команду. Битва за Кубок молодежной лиги в самом разгаре. Сезон стартовал в октябре и завершится в последний день марта. В «Звездном» проходят матчи первого этапа финала. Сильнейшие команды страны разыграют между собой первые шесть мест. Новоуренгойский факел, действующий чемпион, обладатель трофея прошлого года, в турнирной таблице на сегодня занимает верхнюю строчку. После победы в игре с московским «Динамо» молодежка факела встретилась с «Динамо» из Ленобласти и выдала абсолютную победу в этой схватке. 3-0. «Всегда, когда выигрываешь первые две партии, на третью надо больше настраиваться, чем на первые две. Это как бы волейбол. Здесь исход будет разный. Мы настраиваемся на каждый матч, естественно. Ну, переграли, конечно, мы за счет своей игры, мы не ошибались. Ну, меньше ошиблись, чем соперники». Тренер команды, работой подопечных, доволен. Говорит, ошибок ребята почти не допускали. «Хорошо сыграли, чуть-чуть там не выдержали. Рисунок какой-какого, блок защиты. Но мы сидели над этим. Подача только еще. Сегодня так летело. Вот еще усилить подачу, но блок защиты у нас лучше стало». 7 марта наша молодежка на площадке Звездного встретится с командой Сургута. 8-го с новосибирским локомотивом. Игры пройдут в вечернее время. Вход свободный. Приходите поддержать факел. Вера Потлова, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Дальше наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Илья Ветров озвучит сводку по криминалу и происшествиям в округе. У меня же все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok